привет чуваки с вами говно да да не удивляйтесь с вами говно 007 и сегодня я решил запилить такой ролик какие фильмы мне нравятся вообще фильма я смотрю любые на любую тему я как-то еще давно в своих старых роликах говорил что для меня не важно фильм боевик или про любовь или комедия для меня главное как фильм снят качественно некачественно понимаете когда то что был широкоформатный в каждом фильме я обращаю внимание на детали понимать если фильм хороший а детали плохие то и фильм плохой короче говоря фильме должны быть детали для меня детали это очень важно да вот если например кому-нибудь фильме снимают например миллионера да а он одет но в одежду не миллионера в более дешевую одежду то уже не состыковочка получается понимаете то есть фильм должен быть правдивый как бы сделан хорошо то есть если человек показано что человек миллионер да он соответственно должен ходить в дорогом пальто не в босс уже пальто а там в корле не они например поэтому вот детали это очень важно я всегда говорил обращайте внимание на детали вот очень хороший фильм это мой самый любимый фильм вот этот фильм который сейчас вам покажу это мой самый любимый фильм этот фильм называется казино вот здесь вот безупречно все детали есть в этом фильме то есть если человек хозяин казино то он ходит соответствующих часах в одежде его жена носит соответственно дорогие золотые украшения диаманты бриллианты сапфиры и все такое все это показано все это реально все это формату фильма хороший режиссер martin скрусизи хорошие артисты этот фильм который называется казино этот фильм который я буду смотреть всегда он этот фильм никогда не надоест все фильмы которые сейчас покажу сейчас есть еще много кучи других фильмов хороших но которые я сейчас вам покажу это фильмы которые я могу смотреть всегда. Они мне никогда, никогда не надоедают. Еще один фильм. Ну, я разобью так. Конечно, не буду разбивать. Вот этот фильм у меня занимает первое место, это второе. Вот этот фильм у меня занимает первое место. Все остальные фильмы, скажем так, занимают следующее место. Не первое, не второе, а просто следующее. Это фильм «Леон». Все фильмы, которые я буду показывать, кстати, вы все их видели. Здесь ничего нового нету. Уже последние лет десять, по-моему, я не могу найти какой-нибудь фильм прекрасный, который бы я смотрел. Не могу. Вот. Неподкупные. Ну, правда, здесь на шведском написано. Вот. Неподкупные. Все это вы видели. Но я просто хочу до вас донести. «Файт Клуб». Я считаю, во всех этих фильмах детали проработаны очень хорошо. «Пал Фикшн». «Шиндерс Лист». Или как это? «Лист Шиндлера». По-русски это будет. «Джеки Браун». «Скорфейс». «Кейпир». «Гейм». И еще вот этот вот последний фильм с Дугласом. «Фаллит Даун». Вот это мои любимые фильмы, которые я могу смотреть всегда. Есть еще куча разных фильмов, которые у меня есть. Я вам их не показал, потому что они как бы хорошие, но не те, которые я могу смотреть всегда. Вот, например, не так давно, может быть год, может быть полтора, «Симонов 100» мне посоветовал посмотреть фильм «Один плюс один». Я его посмотрел, фильм был хороший. Вот этот вот темнокожий чувак, который снимался в этом фильме, это в принципе был я. Это моя роль. Вот. Недаром же я говорил, что я был белый негр, когда я жил в прошлой жизни в Нью-Йорке. Вот. Ну, фильм был хороший, но вот второй раз уже этот фильм посмотреть я не смог, понимаете? То есть было не так интересно. Вот. Поэтому, что меня привлекает в этих всех фильмах, которые я вам сейчас показал? Это качество. Качество съемки, то есть широкий формат. Это первое, как я уже и говорил. Артисты. Подобраны хорошие артисты. Игра артистов изумительная, вообще изумительная. декорации, костюмы. То есть все на высшем уровне. Что объединяет эти фильмы? Да, почему мне фильмы эти все нравятся? Если так призадуматься, то фильмы в принципе как бы они все эти фильмы, в основном все, которые я вам показал, они крутятся вокруг, крутежка в этих фильмах, вокруг денег, наркотики, спиртное, убийство. Ну, пожалуй, вот и все. Но это не потому, что я какой-то такой человек, который любит насилие. Нет. Как я уже сказал, есть и другие фильмы, которые мне нравятся, но те фильмы не про насилие, но я их не могу смотреть постоянно. Например, хороший фильм Титаник, несмотря что Ди Каприо, вы со мной, конечно, не согласитесь, но это мое мнение, Ди Каприо очень плохой, не очень плохой, он плохой артист, скажем так. Вообще, если сказать честно, многие артисты, которые снимаются в главных ролях, например, Ди Каприо, Шварценеггер, Брэд Питт, на самом деле, они плохие артисты. Да-да, не удивляйтесь. Я знаю, что многие со мной не согласятся, но вы послушайте мое мнение, мнение говна. Например, почему Шварценеггер, он стал таким великим актером? Не потому, что он великий актер, он стал великим актером, потому что он попал в жилу, плюс потому, что он имел большое тело, понимаете? Только поэтому. А тогда это было очень модно иметь такое тело. Поэтому ему приглашали в разные боевики и фильмы про викингов всяких, по-моему, или про кого он там снимался, не помню уже. Такой здоровый мужик, да, во времена викингов, или в какие времена он там, я не помню, как называется фильм, где он там на лошадях, Конан Варвар, по-моему, скакал там, всех кмечом рубил, да. Все здоровый, все, как бы, но детали-то не исполнены. Когда он улыбается, то у него голливудская улыбка. Ну, в то время, как могла быть голливудская улыбка у таких вот людей, да. У него, по идее, должно быть половина зубов, а остальные должны были быть прогнившие. То есть, детали сделаны были некачественно. Вот. А что касается Брэд Питта, да, и Ди Каприо, это смазливые мордашки. На самом деле, игра этих артистов, я не буду их обсирать, я не говорю, что они совсем бездарные артисты, но по десятибалльной шкале они, ну, на троечку играют, понимаете. Это просто смазливые мордашки, Брэд Питт и Ди Каприо. Поэтому они так далеко пошли. Ведь, в принципе, сейчас молодежь, им многим насрать на игру, понимаете, артиста. Многие вот как раз смотрят на тело, на смазливую мордашку, и все. И тонкую игру артиста мало кто понимает сейчас. Ну, такая молодежь пошла, что я могу сказать. Но это мое мнение, и я знаю, что я в принципе прав. А вот есть, например, многие артисты, да, которые не имеют смазливую мордашку, и всегда играет страстепенные роли. Я не буду сейчас называть их нефамилии, потому что я их все равно не помню. Там вообще игра там от 9 до 10 баллов, понимаете. Но у них не смазливая мордашка, они никогда не пойдут на первые планы, на первые роли. Вот. Ну, например, еще есть такой вот вариант, например, вот если мы возьмем вот этого Дугласа, да, как бы он артист неплохой. На десяточку он, конечно, не тянет, но артист все равно неплохой. Я бы ему поставил крепкую семерочку, да, и все семейство Дугласов, они артисты. Вот все семейство, понимаете. Вам не кажется это странным, что вот все семейство Дугласов, оно артисты, а все мое семейство, это семейство, ну, скажем так, грузчиков, да. Вот вам не кажется странным? Да все элементарно, чуваки. Все по завязкам. То есть, папа стал артистом, значит, и сын уже может стать артистом. Вот как, например, дочка Боярского говорила, как Боярский про нее рассказывал, что она все, всего добилась сама. Да, она всего добилась сама, только у нее фамилия Боярская, понимаете. Если бы я был сын Путина и фамилия у меня была Путин, да, ну, я бы тоже, наверное, чего-то добился. Уж во всяком случае я бы имел поболее титул, чем титул лучшего грузчика Швеции, понимаете. Ну, естественно, я жил в России. Поэтому фамилия и то, чей ты сын играет немаловажную роль. Так что, когда Боярский сказал, что его дочка добилась всего сама, это неправда, чуваки. Это неправда. Если бы дочка Боярского была моя дочка, она бы не добилась того, чего она добилась будя дочкой Боярского. Да-да! И вы даже можете с вами сейчас поспорить и привести другие примеры, что сын сапожника мог править страной. Да, такое тоже бывает. А бывало и наоборот, когда сын правителя страны мог стать сапожником. Так что, вот такой вам небольшой рассказик про мои любимые фильмы и про мое видение, про разных артистов. Вот. Например, вот Роберт Де Ниро, один из моих любимых артистов. Но тут, я считаю, заслуга даже не так Роберта Де Ниро, как Мартина Скорсизи, режиссера. Это он его, можно сказать, открыл. Вот. Вот еще хороший режиссер, который сделал фильм Пал Фикшн. Квентин Тарантино. Неплохой режиссер. Тоже шизофреник, как и я. Ну, в этом-то и вся изуминка, в принципе. Вот. Но, опять-таки, как вам еще сказать, режиссер, это тоже очень важно. Вот фильм, в котором я снимался в Швеции, Гангстер, да, я-то снимался, у меня была маленькая роль, и снялся я в этой роли очень хорошо, но когда я пришел сниматься в студию, и первый раз увидел режиссера, который возомнил, что его фильм «Гангстер», будет самый, самый лучший фильм в истории Швеции, когда я увидел этого режиссера, как он был одет, как он вообще, какие у него мысли, я сразу понял, что фильм будет говно. И так он в Швеции, кстати, и прокатировался, как один из самых неудачных фильмов в Швеции. человек абсолютно без вкуса, но который работает режиссером. Как это все происходит, я вам могу объяснить, почему он режиссер, откуда он деньги взял, всю эту историю этого фильма я знаю, но вкратце могу вам рассказать, что деньги на фильм дал нынешний муж шведской принцессы, забыл его как фамилия, его зовут Даниэль, по-моему, и он дал на фильм не помню сколько, там в миллионах исчисляется в шведских кронах, он дал просто бабло вот этому режиссеру, еще кому-то, и сказал им, ну сделайте-то, типа там фильм, вложите деньги в этот фильм. Вот. Ну фильм, конечно, окупился, но все равно фильм был говно, честно говоря. Вот. Но моя роль, моя маленькая роль была безупречная. я сыграл очень хорошо. Но это для новых подписчиков, которые не знают, что я снимался в кино. Да, я снимался в кино, и даже ни в одном Швеции, и больше не хочу, потому что там мало платят, когда снимаешься в кино. Поэтому не судите меня строго, ребята, но я буду работать грузчиком до тех пор, пока я не найду работу, где мне заплатят больше. Ну, на этом такой коротенький обзор, такой обзор, можно сказать, бегом. Ни на чем я серьезно не остановился, не зациклился. Ну так, просто, чтобы вам было что-то интересно, чтобы посмотреть, чтобы вы хоть видели, какие фильмы я смотрю, что мне нравится. ЧАУ! ООООО!